Рубрика шашки это легко, урок номер 19, 4 дамки против одной. В целом ряде окончаний шашечной партии зачастую случаются ситуации, при которых одна из сторон владеет материальным преимуществом, но немедленного выигрыша, например поимки неприятельской дамки, обнаружить не удается. Что же делать в этом случае, ведь очень хочется свое превосходство обратить в победу? Отвечая на подобный вопрос, шашисты обычно говорят о правильном выборе плана дальнейшей игры. Для того, чтобы определить каким должен быть этот план, в каждом конкретном случае за многовековую историю шашек аналитиками выделено и изучено большое количество игровых ситуаций с определенным соотношением расстановка сил. Многие окончания стали классическими и вошли в учебники, а некоторые изучаются и по сей день. Мы рассмотрим несколько самых простых из них. Итак, 4 дамки против одной. 4 против одной огромное преимущество. Диагноз подобного эндспира однозначен. Победа стороны владеющей материальным превосходством. Для того, чтобы ее добиться, необходимо построить двойную петлю. Вариантов построения таких петель несколько. Вот один из примеров. Внимание на экран. 4 белые дамки располагаются квадратом в левом нижнем или правом верхнем углу доски. Где бы ни находилась черная дамка, ее ждет немедленная гибель, поскольку попадания в петлю ей не избежать. Попробуйте самостоятельно найти для нее безопасное поле и убедитесь в том, что это невозможно. В рассмотренном примере белые владели большой дорогой. А если на ней находилась бы черная дамка? Это тоже не спасло бы черных от поражения. Двойная петля могла бы выглядеть подобным образом. Внимание на экран. Показанные построения далеко не единственные, ведущие к победе в окончаниях 4 на 1. Попробуйте придумать свои варианты двойных петель. Подумайте, какие дамки в двойных петлях могли бы быть заменены на простые шашки. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!